Карбышское восстание. Честь нации сохранили и выступили наша казахская молодежь. Первоначальный мирный протест, перерос вот это восстание, причем достаточно такое энергия. Шемен, аур, таз, зыл таз кайдалган, кайкысы, таз ретты, тарсу кашет. И освобождение такого человека в нарушении всех правил устава КПСС, элементарной этики, элементарной порядочности. По крайней мере должен был приехать член политбюро, секретарь ЦК КПСС. Он должен был поблагодарить. Приехал какой-то Разумовский, завсотделом, никому неизвестный. Как будто он снимал, извините не. Без маздап жанган ортка бір майғы южуерген сияқты болдық. Алан толып беткенде, мен өзімдер, кәдіңбедей, бейерек сезін жалпы, бұрасында да, біз елеген мұз қой. Намыс бар еген қой, бізде деп. Олттық намыс деген ол. Я все время ловил себя на мысль о том, это сон или яв. Это прожектора, это крики, это шум. Со стороны молодежи слышались четкие команды. В этом году мы получили много людей, которые мы получили. Играет музыка. Это все было стихийно. Но если кто-то говорил, вот рай, вся молодежь садилась, а говорящий оставался стоять. И его все видели. И они все садились, он стоит как на трибуне, и он говорит свои идеи. Там четко, ясно стоял вопрос о политической власти в республике. И они были взаимно, были очень учтивые, слушали друг друга. Это же не просто так, совершенно незнакомые люди, совершенно незнакомые студенты разных-разных вузов. И когда вот такие голосы появлялись, они как-то прислушивались. И вот стихийно возникали лидеры. Они просто не могли говорить с народом. Они привыкли, наверное, говорить с народом из своих кабинетов, по телефону, в приказном порядке, естественно. А когда вот напрямую столкнулись с народом, оказалось, что у них нет ораторских способностей. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...